Здравствуйте! Это программа Акцент дня. Меня зовут Алексей Ильин. Как всегда в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. И сегодня говорим об ограничениях расчетов и закрытии счетов россиян банками Арабских Эмиратов, Турции и ряда других стран. Крупные банки Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты с Россией, закрывать счета компаниям и физлицам. Что послужило поводом и к чему это приведет, обсудим на связи со студией доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте! Здравствуйте! Банки Эмиратов и Турции не принимают деньги из России и закрывают счета. Как отмечают некоторые эксперты, агрессивное давление оказывают власти США. Вот хотелось бы понять, что происходит на самом деле и что значит вот такие вот непрозрачные причины, как отмечают эксперты. Ну, я бы все-таки вот этот тезис немножко скорректировал. Я бы сказал, что некоторые банки из Объединенных Арабских Эмиратов и некоторые банки из Турции перестают обслуживать российских клиентов, перестают принимать переводы. В принципе, мне кажется, ситуация на самом деле абсолютно нормальная. Дело в том, что это, безусловно, не позиция стран, то есть Турция, Арабские Эмираты, уж Арабские Эмираты, они, так сказать, вообще стали членами БРИКС. Это действительно дружественные страны России и на уровне руководства этих стран никаких, ну, по крайней мере, мы не видим никаких решений, которые могут потенциально ограничить работу россиян, российских компаний с их финансовой системой. Решение принимает безусловный менеджмент и это, как бы, нормальные такие, скажем так, рыночные стимулы работают, то есть некоторые банки выбирают, скажем так, уход от риска и большую работу, скажем так, с клиентами с Запада и, ну, в принципе, да, вот уход от риска. С другой стороны, достаточно большое количество банков из дружественных стран работает с Россией и будет продолжать работать и, в принципе, вот эта вот сегментация, она очень видна. Я вот приведу еще одну страну, которая очень ярко показывает, это Китай, где на самом деле создана альтернативная банковская, можно назвать ее финансовой инфраструктурой для работы с Россией. Да, то есть это много мелких и средних банков, которые, в принципе, санкции не боятся и работают с россиянами без ограничений. То есть, в принципе, вот эта сегментация, она идет по многим странам и, мне кажется, это абсолютно нормальный процесс. Максим Андреевич, вы сказали, что вот некоторые банки ограничивают расчеты, а некоторые продолжают сотрудничать. То есть, получается, некая такая политика двойных стандартов. Хотелось бы тогда понять, вот чего боятся одни банки и почему они боятся, а другие, условно говоря, не обращают внимания вот на те рекомендации, которые высказывают Соединенные Штаты Америки. Ну, тут, в общем-то, ответ очевиден. Те банки, которые работают, отказываются от работы с российскими клиентами, они боятся так называемых вторичных санкций. С другой стороны, ну, этот риск, он, безусловно, для них есть, и финансисты, они очень аккуратные люди. С другой стороны, вот я уже упомянул аналогичную ситуацию в Китае. Мне не известен ни один случай, чтобы за два года вот какие-то банки из тех, которые работают на России, вот из китайских, они попали под вторичные санкции, потому что, на самом деле, западный мир, он стоит перед очень сложным выбором, то есть придется, так сказать, подвести под санкции банки и финансовые учреждения, и компании из многих десятков стран мира. Ну, понятно, это невозможно. Поэтому, я думаю, что вот ситуация с банками Эмиратов и Турцией, она, безусловно, выровняется, будут, и останутся банки, которые будут работать с Россией. Просто это, ну, некоторое неудобство, да, для некоторых вкладчиков, для некоторых компаний придется переоформить счета на другие банки в тех же странах. Вот, в принципе, итог всей этой истории. Максим Андреевич, а вот если говорить о коммерческих организациях, с какими коммерческими организациями на сегодняшний момент не сотрудничают банки Турции и Арабских Эмиратов? Я имею в виду отрасли. Ой, ну, безусловно, это, конечно, индивидуально, потому что, опять же, в каждом банке есть свой менеджмент, у них есть определенные системы проверки клиентов, проверки происхождения денег. То есть, в каждом банке, безусловно, риски оцениваются по-разному, и система работы выстраивается по-разному. Каждый банк – это большая индивидуальность. Но, как мне кажется, все-таки, да, в будущем ситуация нормализуется. Плюс, кстати, вот еще очень интересный факт. Вот, допустим, по некоторым странам дружественным, да, в том числе вот по Арабским Эмиратам, заметно, что, в общем, банки, они, как бы, за продолжение работы с российскими клиентами, они увеличивают для них, ну, плату за те или иные услуги, просят увеличить остатки на счете или на счетах для каждого российского клиента. То есть, они не жестко, да, даже те, которые вот ограничивают работу, многие из них ограничивают не жестко, а они пытаются вот на этой санкционной истории заработать на российских клиентах. То есть, ну, в общем, в принципе, это показывает то, что рыночные механизмы работают, что жесткого запрета, безусловно, ни из каких из дружественных стран не будет. И это все вопрос денежной оценки тех или иных рисков. То есть, для кого-то работа с каким-то конкретным банком в Арабских Эмиратах или в Турции просто станет дороже или придется, опять же, переоформлять, ну, на компанию, открыть другой счет в другом банке, и, в принципе, проблема будет решена. А как вы считаете, вот не коснутся ли ограничения физических лиц, обычных граждан, ведь и многие из туристов предпочитают отдыхать как раз в Турции и Арабских Эмиратах? Ну, а мы видим, что физических лиц это уже касается, то есть, закрытие счетов, оно, в принципе, касается и физических лиц. Но, если говорить об отдыхающих, то, безусловно, процент отдыхающих, который хочет открыть счеты, кому нужно открыть счет, он очень невелик, поэтому, конечно, отдыхающие будут точно так же спокойно посещать эти страны. И неудобства, мне кажется, какие-то доли процентов будут испытывать, кто-то непосредственно прилетает официально с целью отдыха, а на самом деле попытается открыть счет. Но это, опять же, неудобство будет в плане стоимости открытия счета, то есть, это, скорее всего, будет расти в некоторых банках. Либо чуть дольше будет выбирать тот банк, где возможно открыть счет для россиянина, для юридического лица из России. Максим Андреевич, а как вы считаете, могут ли еще какие-то страны присоединиться вот к этой политике и ограничить расчеты с россиянами и, собственно, закрывать их счета? Ну, а я вот еще раз подчеркну, что все-таки страны непосредственно не являются инициаторами подобных действий. Инициаторами являются, соответственно, сотрудники банков, кто управляет рисками, менеджмент банков. И, безусловно, такие случаи, они могут появляться, они будут появляться, но, в принципе, вот уже будет более двух лет с начала, соответственно, конфликта на Украине. И, как мне кажется, более вероятен процесс, что, наоборот, другие банки, которые сейчас не работают с российскими клиентами, они начнут работать с клиентами, потому что уже пройдет два года и более, время идет, и они просто увидят, что те банки, которые продолжают работать с российскими клиентами, они не попадают под вторичные или какие-то другие санкции. Риски вот эти, которые они рассчитывают, не оправдываются. Ну и, соответственно, надо зарабатывать на России и, на самом деле, на странах, которые ассоциируются с Россией. Это, безусловно, и Белоруссия, и Казахстан, потому что это все для многих иностранных банков как некое единое целое воспринимается. А этот регион, между прочим, становится одним из лидеров экономического роста. Этот регион лидирует по многим экономическим показателям в настоящее время. В мире я имею в виду Россию, союзное государство России, Белоруссию, страны ЕАЭС. Поэтому работать с нами очень выгодно, очень доходно. И риски от санкций, они, на самом деле, я думаю, уйдут в прошлое. Как отмечает РБК, в правительстве о проблеме знают, считают ее некритичной и решаемой. Вот хотелось бы понять, насколько сложна она в решении и какие меры потребуются для того, чтобы вот те банки, которые сегодня, так скажем, прекратили сотрудничество, вновь возобновили его. Ну, мне кажется, вот как я объяснил, это больше проблема, решаемая каждым индивидуальным физлицом или каждым индивидуальным юблицом. То есть она связана просто с выбором конкретного банка, где можно будет открыть счет. Ну, как бы со стороны государства, если брать Россию, то, может быть, органы исполнительной власти могли бы просто через какие-то прямые контакты, через проведение, может быть, каких-то общественных мероприятий, конференций, разъяснять общественности, банковской общественности, финансовой общественности, в первую очередь из дружественных стран, что Россия – это действительно страна больших возможностей, что взаимодействие с россиянами, с российскими компаниями принесет очень большие доходы. Ну, а риски, как мне кажется, по прошествии времени, риски вторичных санкций, несмотря на громкие заявления, с запада они становятся, на самом деле, все меньше. И это осознание, оно, безусловно, придет. Максим Андреевич, мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Лин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать их здесь, в этой студии. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин